Привет, друзья! Здесь Демитков Юрий. Сейчас август месяц 2023 года, и недавно исполнилось 25 лет событию, очень известному в нашей стране. Это дефолт 1998 года, который состоялся как раз 17 августа 1998 года. Что это было? Меня просили как-то рассказать, как это было, что это было. Ну и мой взгляд на вещи, на эти. И сейчас я хочу про это немножечко рассказать. Итак, смотрите. Дефолту предшествовала крайне сложная экономическая ситуация в России. И там, ну вы знаете, там шла полная реструктуризация экономики и прочее, прочее, прочее. Значит, там после коммунистического строя, после Горбачева, вот, были отпущены цены. Там, ну, просто глобальнейшая перестройка экономики. Я, наверное, об этом расскажу попозже когда-нибудь, как жилось при социализме. Ну, а сейчас, ну, конкретная ситуация. Смотрите. Социалистическая система хозяйствования рушится. Ну, была уже разрушена полностью. Идут, ну, как бы все связи разрушены. И идет перестройка всей экономики на новые рельсы. Это очень сложно. И вы знаете, почему произошло вот все вот это вот в начале 90-х? Да потому что, потому что социалистическая система приказала долго жить, а прежде чем приказала долго жить, она, там, застой и так далее. Короче, говорят, деньги все улетали-улетали, и пока денег совсем не стало. И когда уж совсем народ буквально встал там на грани голода, буквально, так сказать, там уже продукты были по карточкам, ну, в общем, все это грохнулось и с треском. Ну, и всякие ГЧП и так далее, и так далее. Вот. При социализме цены были зафиксированы, и это значило, что, ну, цены вот нельзя было повышать, они, так сказать, государством регулировались, что сейчас вообще немыслимо. То есть каждый может любую цену назначить и продавать все, что хочет. Вот. Тогда цены были, назначались в Москве, то есть неважно на что, на все, что угодно. И, соответственно, а зарплаты при этом как-то, ну, не уменьшались, не увеличивались, экономические законы не действовали, и это привело к тому, что полки магазинов были пусты абсолютно. Но при этом люди получали зарплату, деньги были не обеспечены, а инфляции не было. И поэтому, поэтому люди, что делали с деньгами, люди складывали эти деньги в Сбербанк. Сбербанк тоже был государственный, и на последних этапах, в общем, сказать, государство, деньги, раз государственный Сбербанк, деньги граждан просто изымало и, ну, куда-то там на свои нужды потратило. Короче говоря, были вклады, очень много вкладов у людей, и Сбербанк был тоже фактически банкротом, потому что у Сбербанка денег не было, он был государственный банк, а деньги у него забрало государство. Вот так. Вот. И при Ельцине, значит, Гайдар, там реформы, значит, там такие революционные совершенно, он говорит, надо резко отпустить цены и все такое прочее. Цены были резко отпущены, значит, цены взлетали, цены взлетели, люди, опять же, ничего нового не изменилось, значит, товары начали появляться на полках, но они были страшно дорогие, и опять люди на грани голода, то есть, пожалуйста, товары появились, но их уже не купить, люди идут там, ну, Сбербанк снимают деньги, и, соответственно, денег не хватает, значит, они там тратят все эти деньги, как могут. И, ну, когда уже на грани взрыва, что делает правительство, оно начинает печатать рубли, потому что денег нет нигде вообще, то есть, как бы, нету нигде денег. Начинают печатать рубли, но с опозданием, то есть, как бы, люди уже голодные, значит, печатают рубли, рубли, опять же, не обеспеченные, соответственно, рубли напечатали, раздали людям, люди думают, ну, ладно, слава богу, значит, там зарплату повысили, более-менее успокоились, побежали в магазин, а цены повышаются. Понеслась, значит, виток вот гиперинфляции, и надо ее как-то гасить, там инфляция зашкаливала, там больше 100% была инфляция, там, ну, это, как бы, вот такие вот, такие условия были. И так было вот долго, пытались там долго остановить инфляцию, а как ее остановишь, если производство еще не работает, ничего не работает. Вот, и непосредственно уже перед дефолтом было решено, да, там всякие финансовые пирамиды были и так далее, и так далее, значит, там и бандитизм, и все это было. Вот, Ельцин назначает Виктора Черномырдина сначала премьер-министром. И Черномырдин был, я не помню уже какое время, какое-то время был премьер-министром, что сделал Черномырдин. Черномырдин говорит, что для того, чтобы пополнять бюджет, давайте-ка выпустим облигации. Но облигации на долгий срок никто не мог дать, поэтому было решено выпустить ГКО, так называемые, государственные краткосрочные облигации. Что такое ГКО и что такое государственные облигации? Государственные облигации, это считается, это облигации, по которым все долги будет выплачивать государство. То есть государство берет в долг деньги, а взамен вот эти вот выпускает бумаги, которые называются облигации. Но раз они государственные, то во всем мире считалось, что облигации это очень надежно. И если по ним, ну, выступает ответчиком или, ну, заемщиком выступает государство, если государственные облигации, то это самая высшая степень надежности. У кого государство брало деньги? Государство брало деньги у банков, у российских банков, у россиян, каждый мог купить эти облигации. И, соответственно, были облигации выпущены также и для иностранцев в валюте. Так как все понимали, что денег у России нет, бюджет слабенький, но Россия гарантирует им, ну, давали какие-то деньги под это дело. Так как бюджет слабенький, то была высока вероятность того, что государство не сможет заплатить по этим долгам. Ну, сначала эти облигации выкупались более-менее, а они краткосрочные. Что значит краткосрочные? Это значит на три месяца. И там совершенно бешеные проценты были, которых на Западе никто никогда не видел, и поэтому и западные партнеры покупали эти облигации, и внутри России. Потом как-то это самое, срок подходит к выплате по этим облигациям, а денег в бюджете не появляется. То есть рассчитывали на чудо, денег в бюджете не появляется. Что происходит дальше? Если, ну, скажем, вот если вы должны, например, денег кому-то, да, то есть вы взяли у кого-то долг, значит, а вот оно пришел срок отдавать, а денег у вас нет. Что вы делаете? Вы перезанимаете еще у кого-то. Также государство, оно берет и выпускает следующий выпуск этих облигаций для того, чтобы расплатиться по предыдущему. То есть следующий выпуск этих облигаций получается выше, то есть он включает в себя и проценты по предыдущим, и чтобы еще, значит, ну, он выше. Вот. Выпускает эти облигации, размещаются, но они уже под более высокий процент. И, соответственно, то есть государство влезает в еще больший долг, оно выплачивает по предыдущим облигациям из этих денег. И получается, что вроде как заемщик платит деньги. Следующий выпуск точно так же происходит. Процент увеличивается, следующий выпуск облигаций размещается. Дальше следующий выпуск. И, наконец, один из, вот, какой-то из этих выпусков уже начинают там, ну, как бы, не очень хорошо размещаться. Что делает государство? Государство буквально выворачивает руки банкам и говорит, вы должны, значит, там, большую часть своих средств размещать вот в этих ВГКО. Просто вот заставляет буквально, там, чуть ли не приказом, пинками гонят в эти облигации, выкупайте эти облигации. Ну, и ряд банков выкупает эти облигации. Какие-то банки стараются от этого отмазаться. Вот. Ну, как-то более-менее. Уже идут со скрипом эти размещения облигаций. Но все продолжается. Все надеются на чудо, что то ли нефть подорожает, а нефть, я напоминаю, там было в районе, не то, что сейчас там, там было в районе, там, 14 долларов, там, 20 долларов. Что-то вот такое стоило нефти, потому что, ну, к этому, собственно говоря, и, так сказать, эти цены и привели, собственно говоря, к кризису и перестройке экономики, и, значит, там надо строить все. А денег нету. Вот, соответственно, смотрите, еще где-то, напоминаю, что дефолт случился в апреле, но уже где-то, начиная с марта, уже стали поговаривать, что, в общем-то, судя по всему, России не удастся выпутаться из этого тупика. И где-то, ну, это еще вот весной уже, уже весной запахло дефолтом, уже весной начали говорить о дефолте. Что такое дефолт? Дефолт – это когда все, значит, вы приходите, так сказать, отдавай должок к тому, кто у вас взял в долг, а он говорит, ну, денег нет, извини, все. И вот тут объявляется дефолт, да, вы говорите, ну, тогда забираю твое имущество, вот, как бы так, да, и больше я тебе в долг уже не дам, вот, что очень важно. И, ну, все надеялись, что дефолта не произойдет, но как-то вот уже, короче говоря, с мая месяца уже стало понятно, что, в общем, судя по всему, все это произойдет, и надо к этому готовиться. Как готовилось правительство? Ельцин что делает? Ельцин отправляет Черномырдина в отставку, потому что, ну, Черномырдин очень крутой чувак, и негоже ему брать на себя это бремя объявления дефолта. И назначает на эту должность Кириенко Сергея Владиленовича. Он был молодой, амбициозный был такой товарищ, значит, там, прогрессивный весь, он был очень прогрессивный, либерал там. И что делает Кириенко молодой? Вообще, вот, он проявил какую-то совершенно безумную энергию. Он носился целыми, наверное, сутками, значит, там, по разным ведомствам, там, с кем-то что-то договаривался, налаживал связи. Ну, не то, что Черномырдин, конечно. Вот, то есть, Кириенко был молодой, он вообще вот как пуля летал для того, чтобы хоть как-то страна попыталась выпутаться из этой ситуации. Размещал как-то вот эти вот ГКО и, значит, где-то пытался выпить деньги, искал, искал, искал все возможности. И вот наступает август месяц, и 17-го числа все-таки Кириенко выходит и объявляет, что все, ребята, надо констатировать, ну, клиент скорее мертв, то есть, как бы, смерть. То есть, объявляется дефолт. Я помню, это он объявил, по-моему, на Государственной Думе, там, с трибуны, что Россия объявляет дефолт по своим обязательствам. Что это означало? И все такие, что это значит? Значит, это означает, что те облигации, которые кто-то выкупил, то есть, дал государству деньги в долг, а у государства взял вот эти вот бумаги ГКО, они превращаются в ноль. Ноль. То есть, государство вроде как никому ничего не должно. И не будет выплачивать не то, что проценты, но и тело облигаций не будет выплачивать. Вот что это значит. И оно вроде как не будет выплачивать. И своим же банкам, которым заставляло, вынуждало выкупать эти ГКО, вот, банки приходят и говорят, ну, как же, вот у нас ГКО, эти облигации на балансе в банке. Они говорят, ну, вы же банк, вы же следите за устойчивостью своего банка. Банк говорит, да мы же обанкротимся. Ну, говорит, ну, это значит, что вы плохо следили за своей устойчивостью. И грохается крупнейший банк, по-моему, это был русский национальный кредит, что ли, РНК вроде, на Покровском бульваре такое здание помпезное. Вот, грохается крупнейший банк, все облигации обнуляются. Люди, надо сказать, ну, немного взяли по облигациям, людей-то кинуть проще всего. С банками сложнее, банки не очень понимают этого дела, но что делать? Проглотили, на них надавили. А что происходит с иностранцами? Смотрите, я, как уже сказал, что достаточно большая часть государственного долга была в долларах. То есть иностранцам отдали эти, продали эти облигации, и иностранцам сказали, вроде бы, до свидос. Ну, как потом выясняется, да, и что означает вот этот дефолт? Ну, это означает, что все, денег уже больше никто не даст. То есть надеяться не на что. К чему это приводит? Это приводит к тому, что поток долларов в страну, вот, за счет вот этих ГКО, он был достаточно большой, прекращается полностью. То есть не будет долларов, надеяться не на что, никто нам долг не даст больше. Но зато и мы не будем возвращать старые долги. Как бы так. Это автоматически приводит, смотрите, то есть доллары шли-шли, потом бамс, и прекратились. К чему это приводит? К росту курса доллара. Доллара. Если накануне доллар стоил там в районе 6-7 рублей за доллар, ну, там была и деноминация, до этого прошла, значит, там, прочее, прочее, 6-7 рублей за доллар, то сразу на следующий день смотрим на курс доллара, а он уже там 14, и там, по-моему, даже до 16 доходил. Курс доллара к рублю. Люди, естественно, выстраиваются в очереди за долларами, потому что рубли нафиг никому не нужны. И вот представьте себе сейчас, вот сейчас вот, смотрите, все всполошились, доллар вырос с 80 рублей до 100 рублей, и все всполошились. Это вот приведет к росту цены, значит, так далее, так далее, так далее. А вот представьте себе, вчера доллар стоил 80 рублей, ну, или вот сейчас, например, да, он стоит там, ну, скажем, там, 95 рублей, да, представьте себе. А завтра, вот завтра доллар стоит 180 рублей за доллар. К чему это приведет? Это, значит, все запчасти, все, значит, импортные товары дорожают автоматически в два с лишним раза. Все. А у нас большая часть товаров сейчас, значит, там, ну, во многом на иностранных комплектующих. То есть, соответственно, и наши товары тоже дорожают, ну, там, не в два раза, там, в полтора раза. То есть, вот представьте себе, вот сейчас вот вы приходите за хлебом, хлеб стоит там сколько там, скажем, 40 рублей, он стоит 60 рублей, мясо стоит там 300 рублей, стоит 500 рублей, понимаете, да? Вот, сразу, ваша зарплата при этом не увеличивается, значит, ни разу водка стоит там сколько, 300 рублей, стало 500 рублей, ну, и так далее, и тому подобное. И вот это все сразу. Это значит, что у вас и до этого зарплаты-то не хватало на жизнь, а теперь вы будете жить в два раза хуже. Вот. Как это выглядело? Ну, я, значит, с утра, да, сразу после объявления дефолта, что я сделал? Я думаю, так, ну, у меня уже был бизнес свой, уже я занимался полиграфией, и что делать? Первое, что я сделал, я поехал на заправку и заправил полный бак в машину и залил в канистру бензин. На случай, если начнутся погромы. Почему я ожидал, что могут начаться погромы? Да, по простой причине, потому что, скажем, водка и сигарета были импортные, и они подорожают. А наш пролетариат, он, как бы, основной у него продукт, или там, главный, я думаю, водка и сигареты. Он приходит за водкой с сигаретами, они либо подорожали, либо их нет, а их не было, просто их просто раз, с прилавкой, и все, убрали, потому что, говорит, по такой цене продавать не будем. И, соответственно, начнут крушить киоски, ну, и там все подряд начнут. Поэтому я решил, что, блин, если сейчас начнутся погромы, то надо смываться. У меня уже была иномарка. Вот, это первое, что я сделал. Второе, что я сделал, я объявил всем своим сотрудникам. У нас, ну, как бы, накануне была бешеная инфляция, естественно, тогда все считалось в долларах, если кто не помнит. Прямо все ценники были в долларах, значит, все, значит, там, товары были в долларах, там, машины в долларах покупались, недвижимость, а в долларах считалось. Потому что, ну, что в рублях считать, если рубль каждый день по новой цене стоит, понимаете? Вот, все считалось в долларах, и даже зарплата. Я уже тогда занимался выпуском полиграфической продукции. Понятно, что у меня все материалы расходные подорожают в два раза, это очевидно сразу. Вот, и я сказал своим, да, и сотрудникам зарплата тоже считалась в долларах. Вот так у нас было. Я пришел на работу, собрал своих всех и сказал, что все, ребята, забудьте про доллары. С вашей зарплатой ничего не будет, но она останется зафиксированной в рублях. Они, значит, сильно повозмущались, конечно, но, как бы, я говорю, а вариантов нет. В долларах уже вы не будете получать зарплату. То есть я повышаю стоимость продукции, потому что у меня стоимость материалов дорожает в два раза. Стоимость материалов повышается в два раза. Я, соответственно, в полтора раза повышаю стоимость своей продукции. А людям говорю, вы будете получать в рублях. То есть люди получали, когда зарплату... У меня люди сидели на процентах от заказов. И смотрите, я назначаю цену, печатаю за свои деньги, понимаете, да? То есть покупаю материалы, которые дорожают, так было, значит, печатаю, отвожу продукцию заказчику. Заказчик либо сразу, ну, обычно сразу выплачивал деньги. После того, как я ему отдаю эту продукцию. На эти деньги я покупаю материалы, вот, а потом эти деньги накапливаются. В конце месяца я платил сотрудникам зарплату. И, соответственно, так как была дикая инфляция, то, в общем, зарплата считалась в долларах. Потому что к концу месяца доллар уже будет по-другому стоить. Вот я перевел их на рубли сразу. И... Да и вообще сказал, что, скорее всего, мы закроемся. Потому что по таким ценам, ну, никто не будет покупать. А не повысить цену, как бы я не мог на продукцию, потому что... Ну, я же не мог себе убыток печатать, потому что материалы дорожают, а я не буду повышать стоимость продукции. Так не бывает. Что происходит дальше? Я, значит, беру и... Ну, сажусь за расчеты. Сел за расчеты, долго считал, значит, какая у меня будет стоимость продукции по минимуму. Ну, получилось, что там в полтора раза надо повышать стоимость продукции. Это значит, что... Все. Каранты, никто у меня ничего заказывать не будет. Я объявляю это своим сотрудникам, говорю, вот, ребята, теперь наша продукция будет стоить так. Продавайте. Кто что сможет, продавайте. Вот. Короче говоря, сидим, ждем. Ну, старые заказы еще выполняются, новые не выполняются. Значит, по старым я обязательства выполняю, потому что там все материалы куплены. Сидим, ждем. Значит, погромы не начались. Цены в магазинах, ну как, они тоже не поднялись сразу, но товары исчезли импортные. И потихонечку они начинают появляться, но уже по повышенным ценам. И что происходит дальше? Проходит где-то недели-две. И звонит мне заказчик, постоянный клиент. И говорит, вы как там живы? Я говорю, живы. Ну, он говорит, срочно нужна продукция, этикетки. Я говорю, ну, вы знаете, цены уже будут другие. Да мне плевать на цены, давай по любым ценам, говорит он. Я такой, да. То есть, по повышенным ценам, по которым я думал, что никто не будет заказывать, заказывают люди продукцию. Через какое-то время другое. Третий, четвертый, пятый. И пошло как из рога изобилия. Пошли заказывать люди этикетки. Вы понимаете? Поперло. И я такой, нифига себе. Я думал, что все, денег в страну не идет, значит, все производство останавливается. Нет, наоборот. Все тут же стало оживать. И через месяц-другой все бешено закрутилось после объявления дефолта. И пошло прямо вот на глазах оздоровление. Прямо вот это было, это чувствовалось после дефолта, значит, ну, как стало легче жить. Потому что не надо выплачивать такие бешеные долги. Да, там какие-то банки разорились, погромов не было, ничего не было. Что оказалось потом? А потом оказалось, что, в общем, об этом не объявлялось никогда ничего, что с иностранными кредиторами, ну, там шли какие-то долгие переговоры, потому что они же требовали свои деньги назад. Россия, естественно, говорит, ну, все, мы дефолт объявили. Они говорят, нет, так просто не получится дефолт объявить. Либо мы у вас забираем все, значит, либо там еще как-то. Короче говоря, были долгие упорные переговоры, в результате которых Россия договорилась с иностранными кредиторами о том, что она вернет им деньги иностранцам. Почему тайна? А чтобы не беспокоить своих граждан? Да. А чтобы не беспокоить своих граждан, потому что граждане родные получили фигушки, а вот иностранцы вполне себе получат свои деньги. Поэтому об этом не объявлялось. О чем договорились? Договорились о том, что иностранцам все их долги вернут. Но не сейчас, а потом, через 30 лет. То есть, в результате вот этих переговоров было достигнуто соглашение о реструктуризации внешнего долга. То есть, Россия выпускает еще одни облигации, у которых срок погашения не завтра, и не послезавтра, и не через год, а через 30 лет. То есть, Россия говорит, мы вам вернем долги через 30 лет. И вот вам эти облигации. Не хотите, не берите. Тогда мы вообще ничего не берем. То есть, Россия поставила условия, от которых они не могли отказаться. И под каким соусом это было выдано? Под соусом новых облигаций. Теперь давайте считаем. 1998 год плюс 30 лет. Получается, 2028 год. И вот эти облигации назывались РУС-28, Россия-28. То есть, это уникальный выпуск облигаций, которые будут погашены в 2028 году по внешним долгам, валютные. Россиянам всем внутри простили. Или, не знаю, может кому-то не простили, там выборочно. Возможно. Что по этим облигациям? Смотрите. Те обязательства, которые были перед иностранцами по старым долгам. Ну, там были разные выпуски, соответственно, разные проценты. Они говорят, ну, процент будет вот такой. Там, по-моему, и 14 был процентов уже, и 16 процентов сказали 12,75 процентов годовых в валюте. Это все равно немыслимая доходность для иностранцев. В долларах, представляете, да? То есть, у них в долларах 3, 4, 5, 6 процентов, это много по облигациям, да? А тут 12,75 процентов. Вот на таких кабальных условиях Россия договорилась выплатить эти долги. Ну, и АИС сказали, говорит, вот мы сейчас выплачиваем вам и регулярно будем выплачивать 12,75 процентов годовых купоны в валюте. А в 2028 году, надеемся, что погасим. Вот так это было. К чему это я говорю? К тому, что вот эти облигации, они были еще чем хороши. Россия-28, и, значит, они дают... Это уникальнейшие облигации. Они, смотрите, они, их можно купить сейчас. Прямо сейчас на бирже их можно купить. РУС-28 называется. Чем они хороши? Ну, во-первых, 12,75 процента в валюте. Не обольщайтесь. Текущая доходность сейчас по ним где-то в районе 9 процентов. Это тоже очень много. Они, за счет чего эта доходность? За счет того, что их можно купить сейчас выше номинала. И эти облигации, естественно, ну, как бы продавались сначала иностранцами, потом, значит, сейчас уже внутри России они уже достаточно широко продаются. Чем они хороши? Тем, что государство сказало для внутренних заемщиков, которые выкупят вот эти облигации РУС-28 у иностранцев. Смотрите, что будет. Будет пересчет весь в рублях, естественно. Нет, ну, до 24-го, грубо говоря, февраля, до отключения от свифта выплачивалось вообще в валюте все это дело. После того, как от свифта отключили, стали выплачивать в рублях, но это все равно в рублях по текущему курсу валюты выплачивается. Это очень высокий процент. Вот здесь еще один момент. Смотрите. Для того, чтобы добиться такой доходности, там 9% текущая доходность, да, а у них купонная доходность 12.75 выше. То есть они продаются с наценкой. Что это значит? Это значит, что на момент погашения эти облигации к моменту погашения будут погашены по 100% от номинала. Что это значит? Это значит, что формально вы получите убыток. То есть вы купили бумагу дороже, продадите, она будет погашена дешевле. То есть вы формально получаете убыток. И у вас в портфеле есть другие бумаги, которые дают вам бешеную прибыль. Например, понимаете? И вот эта прибыль, которая получается по другим бумагам, если она есть, она уменьшается на те убытки формальные, которые вы получаете от РУС-28. То есть покупая облигации РУС-28, вы очень даже здорово экономите на налоге. На подоходном налоге. От купли-продажи ценных бумаг. Понимаете, да? То есть облигации, которые стоят дороже, чем номиналы, они будут погашены по номиналу, значит, там формальный убыток и так далее. То есть это первое достоинство этих облигаций. Второе достоинство. Курсовая разница. Принято обязательство не взимать налог на курсовую разницу с этих ценных бумаг. То есть вы получаете, вы купили их, скажем, за рубли, скажем, при курсе 70 рублей за доллар. Блин. Да. Алло. Да. Ирина Семеновна. Добрый. Алло. Да. Да. Меня зовут Мишка Алексея Сокненского, отдела полиции в РУС-28. Ирина Семеновна. У нас сейчас в Меде по поводу продиректированное голосование. Типография, да, и... Часто, да, скажите, там какие-то есть. Вы не печатали? По телефону или мне речь, но надо прийти. Ну, Лиза, я должен быть, где-то быть, создал там. То есть я должен расписаться, да? Да. В Обниске сейчас? Территориально я в Белкино нахожусь. Ну, нет, я в принципе, я сейчас в Белкино, но как бы подъеду и все. Нет, ну, просто там специально, так сказать, меня, там полностью, когда вы не выезжали, то есть это такое. Ну, планируется, в чем я подвечно выезжать в город? Да, планирую, в принципе, вполне, так сказать, я могу подъехать к вам. А, ну, уже все, знаете, так сказать, а вы как-то поедете в Белкино, в Белкино, в Белкино, в Белкино, в Белкино, в Белкино. Вот, ну, тогда вы там поговорите, я вам. Хорошо. Хорошо. Так, еще раз, Алексей, а... Мишин? Да, он прям в Белкино. Так, в Рио-Нач-Абэп. Так, и, ну, это самое, так, телефон я сейчас запишу. Ну, я вам позвоню туда и подъеду, вы там находитесь у себя на месте? По поводу этих облигаций, и эти облигации еще хороши тем, что по ним никакие налоги не выплачиваются на курсовую разницу. То есть вы покупали их, скажем, при курсе 70 рублей, когда продаете в 2028 году, какой будет курс? Ну, скажем, пусть будет 130 рублей за доллар. То есть они еще, так сказать, доллар подорожал в два раза. Так вот, с разницей курсовой вы не платите налог. Очень хорошая облигация РУС-28. Запомните это название и при случае купите. Номинал ее 1000 долларов. Сейчас она продается, по-моему, по 120% от номинала, то есть 1200 долларов за штуку. Очень хорошая штука. Позволяет сэкономить на налогах. Ну, вот такая история с дефолтом у меня. То есть дефолт я успешно пережил. После дефолта у меня было очень дикое оживление в производственной деятельности, в полиграфии. Почему? Потому что люди после того, как доллар резко подорожал, импортные товары резко подорожали, и как бы то ни было, люди начинают смотреть на отечественную продукцию. А отечественная продукция начинает пользоваться спросом. А раз она начинает пользоваться спросом, значит, там выпускается. На нее нужно клеить этикетки. И, соответственно, вот эти этикетки у меня заказывали. И я их с успехом печатал. Поэтому дефолт привел к оздоровлению экономики. И что еще я хочу сказать, что вот этот вот сейчас курс доллара, который повышается совершенно диким образом, он просто вынуждает людей покупать продукцию российских производителей. Вам она не нравится? А куда вы тенетесь? Вы ее купите. Потому что импортные товары будут более дорогие. Либо вы покупаете импортные, более дорогие, но как бы ваши проблемы. Вот. Поэтому, когда курс доллара скачет, это хорошо и для бюджета, и хорошо для тех предпринимателей, те выпускающие компании, которые производят какую-то продукцию внутри России. И это дает надежду на то, что экономика России начнет наконец-то расти. Ну, по крайней мере, производство товаров народного потребления, грубо говоря, а не военной промышленности. И вот такая история с дефолтом. Не все так плохо было. Было кое-что и хорошо, потому что он оживил экономику. Вот прямо вот я это чувствовал. В течение двух месяцев я конкретно почувствовал, что мне стало жить легче, чем было до дефолта. Хотя я на самом деле никакие, так сказать, там в этих долгах не участвовал. Вот такая моя история. Ну, а о том, как жилось при социализме, я, если хотите, могу рассказать там свой взгляд на вещи. Он немного отличается от того, что сейчас транслируют, что говорят, как там все было хорошо и все было шикарно. На самом деле я яростный, грубо говоря, противник социалистической формы хозяйствования до сих пор, потому что я видел на глазах, что это ведет к деградации полной экономики. Я это видел, я видел эту деградацию, я ее наблюдал, хотя был молодой совсем еще мальчик, значит, там, ну, старшеклассники и так далее. Все это происходило на моих глазах, и я видел этот ужас, который был. Поэтому я стал предпринимателем, поэтому я был за реформы и остаюсь за реформы, за либеральные реформы. Вот такая история, связанная с дефолтом. А что вы думаете по этому поводу, пишите. На сегодня все. Лайк, подписка. И до встречи. С вами был Демитков Юрий. С вами был Демитков Юрий. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...